МИХАИЛ КАПИТОНОВ Честил около мемцентра бассейн, созданный по проекту Зурабо Церетели. Очередная акция, предложенная Михаилом, вернуть зубра в парк дружбы народов. Этот монумент когда-то установила в верхнем портере парка делегация строителей из Дружественной Республики Белоруссия. Почему все-таки зубр? Наверное, потому что это воспоминания из детства, это личное отношение к этой скульптуре. То есть для меня, наверное, главными символами парка были зубр и беседка Узбекистана. Вы хорошо поете? Да, 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 конечно. Это тур-слеты, которые со школой проводились на нижних площадках. И зубр – это такая, безусловно, позитивная вещь, то есть это такое абсолютное добро. И плюс это такая точка городская, которая объединяет людей. То есть вот такие воспоминания теплые, они у очень многих. Конечно, зубр, которого предлагает установить Михаил, не будет точной копией белорусского зубра. Да и ни к чему. Основу нового зубра планируется изготовить из стали. Это будет так называемая полигональная скульптура. Модное направление в архитектуре, где применяется трехмерная графика. Так получилось, что у меня есть знакомые, которые занимаются вот такими скульптурами. И уже несколько проектов реализовали. И это обкатанная технология. То есть понятно, как сделать. Они готовы все это спроектировать, привезти, сварить, покрасить. Михаил показал, где будет установлен будущий зубр. На месте прежнего, где-то между скульптурой барса, по-прежнему терзающего оленя, и современной скульптурой зубца кремлевской стены из красного кирпича. Беспокоит многих, опять не произойдет того же, что было в 90-х годах. Его же среди бела дня увезли. Ну, я надеюсь, что все-таки наше общество несколько взрослеет, становится более сознательным. Поэтому я верю в то, что такого не произойдет. Но охраны не будет? Ну, я так понимаю, что сейчас охраны нет. Милиция сюда не патрулирует, не спускается. Ну, постепенно жизнь возвращается в парк. Вот этим летом появились дорожки, свет. Так что теперь как раз самое время появляться содержание каким-то уже смысловым вещам. А чтобы зубр был сохранен, Михаил предлагает изготовить зубра на народные средства. Другими словами, скинутся всем миром. По его словам, таким образом горожане сами попытаются что-то сделать для родного города, чтобы он стал лучше. И не дадут погубить то, что было сделано на их средства. Смысл этого проекта – горожан вовлечь и большему количеству людей дать почувствовать, что город – это наше. Это вот наш город, в котором мы живем. И мы можем его менять, можем вкладываться. Чем больше будет людей, которые с любовью относятся к городу, которые душевно вкладываются в него, тем меньше места будет как раз вот таким актом вандализма. А это, ну, собственно, залог того, что город будет развиваться в позитивном ключе и становиться все более притягательным. Более подробно об акции читайте на страничке Михаила Капитонова в Фейсбуке и ВКонтакте. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.